Ребята, давайте жить дружно! Друзья, простой вопрос, исходя из вашего жизненного опыта. Бритье в один проход против роста волос удобно, комфортно и самое главное, качественно, чисто? Напишите, пожалуйста, в комментарии, а я свое мнение выскажу в следующем видео, которое выйдет через неделю. Приветствую вас на канале Опасная бритва Бруклин Продакшн и сегодня будет бюджетное бритье, но дорого. Оно будет с немецким оттенком, с английской подложкой и с испанской ягодкой. И все это будет замешано китайским большим чудом. И сегодня у нас на обзоре будет пришейф английский от синих бородых. Будем второй раз его использовать. Посмотрю еще раз какое-то чудо на мою недельную щетину и на вот эту бороду, которую я все-таки сегодня решился сбрить. Целую неделю колебался туда-сюда. Мысли были разные, может оставить, может еще, но потом решился полностью удалить всю ненужную щетину с лица. Нужной вообще нету. И тем самым встречать лето. Встречать лето загаром и удовольствием. Значит, сегодня будет еще на обзоре вот такое вот мыло. Табак, немецкое мыло. Прекрасное мыло. Сейчас я его распакую при вас. Значит, очень красивая упаковочка. С различными тиснениями, с золотыми всякими прибамбасами. Это 125-граммовая шайба. Находится в этой коробочке вот такая вот вещь. Очень красивая. Опять же таки, все грамотно сделано. С сертификатами, грубо говоря, качества. Значит, давайте все это дело отлепим. Первый раз. Значит, мыло очень приятное на запах, как сказала моя жена. Не распаковывая вот эту шайбу. Значит, вот этим будем довольствоваться. Но, в принципе, мыло не новое. Мыло было на обзоре очень у многих ребят. Значит, что мы имеем. Значит, убираем вот эту красивую упаковку. Она нам больше не понадобится. Мы имеем вот такую здоровенную шайбу с логотипами. Табак. Написано, его производится в 59-го года. И это оригинал. Значит, для этого мыла я приготовил вот такую вот чашу. Видите, вот такая вот чаша у меня есть. А в нем я, наверное, буду хранить его. Или, по крайней мере, сегодня буду взбивать его. Набирать на помазок. Значит, я его хочу немножечко замочить. Исходя... Сейчас, что много воды налем. Немножечко воды налем туда. Просто, чтобы размокло сверху. Удобно было набирать. Значит, сегодня еще на обзоре у нас будет китайский помазок Яки. Которым все это дело будем набирать, взбивать и делать. Это самый большой помазок. 30 миллиметров. С искусственной щетиной. Очень приятный, мягенький. Я его уже, по-моему, один раз использовал. И он тогда такой большой. Он пол лица сразу закрывает. Сейчас посмотрим, как он будет опять радовать нас. И сегодня у нас еще будет автошейвом будет присутствовать Флойд. Флойд. Всем полюбившийся. И сегодня наша бритвочка. Бритвочка, которая, опять же, как я сказал, бритье с немецким оттенком. Это будет немецкая бритва компании Бокер. Она идет вот в такой вот красивой коробочке. Это современная бритва. Модель Эдельвейс. Вот такая вот бритвочка небольшая. Размер ее 5 восьмых. 5 восьмых это стандарт для новичка. Новичка самый подходящий размер для новичка. Для тех, кто хочет начать. Значит, бритвочка. Ну, Эдельвейс модель немножко дороже, чем обычная Бокер модель компании Бокер. Любая бритва. То есть, они начинаются, по-моему, где-то с 120 долларов. Что в таком духе. Это где-то чуть-чуть дороже. Там 160-170 долларов стоит. Она тут с небольшим травлением. Там еще всякими такими глубокой историей. Со всеми делами, как говорят. Но, в принципе, компания Бокер зарекомендовала себя очень хорошо. Сегодня будем использовать эту бритвочку. Сейчас я ее поправлю сразу, чтобы потом руки не пачкать. Это все дело... Она уже достаточно долго влежала у меня просто в коробочке. Я ей не пользовался. Сейчас мы просто поправим ее так вот. Для того, чтобы повысить остроту, выпрямить режущую кромку. И вообще приготовить к работе. Это обязательное действие. Вправить бритву до начала и после окончания бритья. Я думаю, достаточно. Я думаю, достаточно. Пускай режиссер здесь отдыхает. Так. Хорошо. Значит, что мы будем делать? Все очень просто. Сейчас намочу лицо и будем наносить три шеи. Хорошо, замечательно. Почему я сегодняшнее бритье назвал бюджетным? Бюджетное в том плане, что бритва бюджетная. Все остальные элементы, которые я буду использовать, все остальные аксессуары не относятся к бюджетному. Так как нет такого понятия, что взял какую-то малярную кисть, поработал так же с ним, как с мирового уровня по Москве. Где наш пришельник? Вот наш пришельник. Синебородые. Масло. Такое вот, которое я сейчас не знаю, как его лучше сделать. В тот раз уже было все в этом масле. Все лицо. Сейчас сюда немножко нанесу. Пару капель сюда из опыта. Сегодня мы будем бород сбривать усы. Будем сбривать усы уже стали за это время. Я их уже подстригал несколько раз. Выравнивал машинкой для стрижки. Для бритья машинкой для стрижки. И, ну они, честно говоря, уже стали как проволока. То есть толщина волоса такая сумасшедшая стала. Хватит уже наносить на себя. Пришев. Очень такие стали жесткие. Не знаю. Показать вам на камеру? Вот, смотри. Сейчас многие меня, судя, так больше не делают, так некрасиво делать. Это Рома пастухов любит. А, одни показывают так, это плохо. Вторые показывают так, это плохо. А, Рома, я показываю свои усы, видишь? Ну, в общем, такая шутка. Но, в самом деле, усы очень жесткие. Сейчас пришейник нанесу. Хорошо, чтобы он пропритался. И будем, наконец-то, сбривать это лицо. Очищать от растительности, которая уже, честно говоря, поднадоела. На самом деле, я понял весь прикол бороды. Конечно, прикольно с ней, прикольно. Я вам скажу сразу, прикольно. Ты чувствуешь прикольное какое-то другое ощущение. Но, если холодное время года, вот в жаркое время все что-то чешется, все что-то, вот это вот какие-то непонятки. Может, это от того, что я мало поносил, еще как бы не привык к этому всему делу. Но, в принципе, как бы вот такое и мое ощущение. Поэтому, сегодня хочу привести лицо, скажем так, первозданный вид. Завтра, если будет солнышко, попробуем немножечко, чтобы оно подзагорело, и будет все здорово. Так, сейчас я помою руки от пришейва, чтобы еще не вылетало. Так, заодно надо замочить помазок. Ну, не замочить, намочить помазок, чтобы он набрался просто влаги. Синтетику не замочить. Просто в чашу набираю, просто его поставлю так. Так, достаточно. Он 30 миллиметров и достаточно большой, поэтому сам на себя может, наверное, набрать, я не знаю, грамм 100 воды, наверное. Ну, 70 это точно может набрать, достаточно, как впитывает в себя такая интересная, искусственная. Ворс искусственный вот такой. Так, я все пытаюсь пришейвать, мои ребята, реально. Реально вот такие ощущения. Значит, в тот раз, когда я пользовался пришейвом, чтобы я не забыл, я вам расскажу. То есть, он был и после бритья, но через час уже на лице ничего не было, все впиталось, лицо было очень мягкое, очень приятное. Вот такая мелочь, но действительно масло очень такое густое и держится долго на лице. Смываешь его, не смываешь до одного места. Все, оно так и держится. Значит, сейчас будем набирать пену. Было табак. Китайский помазок. Яки браш. 30 миллиметров. Сейчас мы его... Сейчас мы его как-то поработаем с ним, хорошо распластаем. Так, не так, чтобы все у меня зеркало уже в мыле. Так, ну достаточно, я думаю, достаточно. Тут уже столько уже. Банки сейчас перенесу его в чашу. Мыло такое белоснежное. Немножко имело желтоватый оттенок. Когда я немножечко намылил его, оно выдало такую суспензию. Вот как на камне, да, суспензия. Вот так и здесь вызовало такой вот мыльный раствор, такой белого цвета. Такой вот, хорошо белый цвет. Тоже его отложу пока, чтобы нам не мешало. Так, ну что, что мы имеем? Пустая чаша, все находится в помазке. То есть, сколько он набрал на себя, сейчас посмотрим и будем взбивать. Сейчас немножечко водички еще добавлю. Так, пина начала уже генерироваться, уже приятно. Сейчас немножечко водички. Так, сколько тут, чуть-чуть капну. Сегодня хорошее испытание для немецкой бритвы Бокер. Это вторая бритва, которую я приобрел. Достаточно сначала с ней, ну как бы не умея точить ее, точил. Потом она что-то не очень хорошо брила. Потом туда-сюда. И, в общем, как-то вышли мы с ней на какое-то равновесие. Я помню, еще вышли на... Тогда еще не было таких модных камней. У меня как бы я попытался бюджетно точить. Это был 3-8 тысяч китайский камень. И вот на 8-тысячнике вышел я все-таки на финиш какой-то. Финиш был какой-то, но достаточно хорошо на бривах. Волосы нарезал вообще шикарно. И сейчас режет шикарно волос. Вот видите, пена образуется. Гусая, хорошая пена. Я уже не знаю, куда столько нам пены. Потому что я знаю, что в помазке, вот, скажем, пены много. Ну что, будем наносить компрессик. Любимое полотенечко сейчас. И будем себе... В этот раз компресс такой горячий. Посмотрим, как он впитается. Потому что в тот раз не было такого горячего компресса. В этот раз лучше, когда вот... Вот в тот раз не было еще раз. Я, наверное, плохо слышно было через эту тряпку. Я тоже придумал разговаривать через тряпку. Но в тот раз была такая вода прохладненькая. Даже не горяченькая, не тепленькая. Какая-то непонятная была вода. Но все равно процесс бритья был достаточно комфортный. Так, хорошо. Ну что, наносим пену. И начинаем наконец-то бриться уже 13 минут. Или сколько там, 12 минут. Сейчас я не знаю. Здоровенный помазок. Посмотрите, какой красавец. Компания Яки сейчас выпустила... Ну как бы не для пользования, а как бы для демонстрации. Может быть для выставки, для какой-то помазок. У них размер 75 миллиметров узел. Они его продают. Стоит он, по-моему, долларов 70. Один узел стоит долларов 70. И продают они его без ручки. Я у них спрашиваю, вы делаете ручку? Они искали. Нет. Для истинных ценителей продукции Яки. Так, ну что, красавец уже весь в этой пене. Помазок, конечно, мощный, мощный. Для большого лица. Однозначно для большого. Я не считаю, что у меня большое лицо. Себя, мол, большого размера. Роста. Размера. Сказал один. Размера. Размера. Как размер на еж, что ли? Ну что, ребята, поехали. Бюджетное бритье. С немецким акцентом. С немецким тонусом. Кстати, а вы знаете, что такое эмиграция в Германию? Это когда просыпаешься утром, смотришь в окно. А в городе немцы. Ну что, поехали? Семецким тонусом. Нормально. Бритва идет нормально, абсолютно сбривает все шикарно. Я вот жду момента, пока она доберется до моих усов. Вот это вот интересно будет. Хорошо, так пошла по-шерстке. Звук такой конкретный. Довольно тут бритва не ходила. Лицо вообще сразу молодеет. Сразу. Вообще класс. Вопрос. Зачем доводить до такого состояния? Непонятно. Опа. Я что-то уже себя зацепил здесь только что. Блин. Что-то я зацепил. Сейчас посмотрим. Так, ну что, в вторую сторону пройдемся. Так, хорошо. Щетина недельная. А можно даже чуть больше. Нет, недельная, недельная. Сегодня посетила мысль сходить на лазерную эпиляцию на лице. Может что-то там сделают, чтобы пищетина была не такая вон, жесткая. Буду сбривать пушок и радоваться. Так, ну что, мы оставили все это дело. Ах, как жестко она ведет, зараза. Оооо. Как так такая щетина. Так. Хорошее испытание. Хорошее испытание для немецкой бритвы. Немец идет нормально. Я просто боюсь немножечко себя не увидеть, где кожа, где еще находится борода. Так. Так. Шикарно. Ну что, отлично, отлично. Борода уходит, а вместе с ней уходят и все воспоминания о ней. Вообще правильно надо было взять триммер, снести основную бороду триммером, а потом спокойно пройтись, но триммера у меня нет. А машинка очень не по-пацански. А так взял чики все. Так, ну что, уже очень хорошо. Так, все замечательно. Первый проход сделан. Сейчас промоем бритву. Немножко жестко она пошла, немножко жестко она пошла, потому что такой конкретный волос был, щетина такая конкретная. Так, ну что, умываемся. Умываемся и второй проход. Ну вот так уже визуально, даже уже визуально человек помолодел. Человек помолодел, лет на 15, согласитесь со мной. Я думаю, вы согласны, потому что выходишь, как егерь из леса. Все-таки живешь в большом городе. В большом городе, хотя сейчас мода, вы же видели, все возвращается. Вернее, не то, что возвращается, все куда-то идет к тому, что молодые люди перестали бриться. С одной стороны, с другой стороны, некоторые начали носить красивые бороды. За этим делом очень сильно ухаживать. Вот это приятно, а не просто ходить небритыми. Такое время. Такой образ жизни. Так. Мыло хорошее. Если кого интересует мыло, табак, зарекомендовала себя очень хорошо. Мировой лидер. В Европе, в Америке, везде продается. У нас, конечно, экспортный вариант. То есть, импортный вариант. К нам привозят, правильно. Я это заказывал мыло с Англии. И с Англии оно стоило на 5 долларов дешевле, чем я бы его заказал в Соединенных Штатах. А по времени доставки, ну, чуть-чуть дольше на неделю. Не принципиально абсолютно. Так, ну что. Начнем. Против роста волос, снизу вверх. Продолжение следует... 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 так ну что в принципе все это сейчас посмотрим еще там каких-то местах каких местах на дачу подобраться ну что сейчас еще раз хочу еще раз пройти себе удовольствие для закрепления эффекта так побыстричку классный смысл такой же закрепив эффект называется уже себе снят что-то так вот тут первая ручка так хорошо так 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 красавец так ну что укралаем бритву пока я себе для закрепления эффекта всю рожу не порезал называется увлекся процессом и не получилось нормально красавица сейчас пройдемся лунитиком и буду как живой так ну что главное бритву беречь от всего этого дела протереть хорошо положите и пускай лежит сохнет а мы сейчас мясо умоем хорошо отлично 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 нравится мне это дело какое то есть удовольствие пришел пятница пятница вот это зараза только что я пришел я себе сейчас прижгу увидите на ваших глазах она просто исчезнет пришел пятница пришел домой завел ребенка всех накормил кота накормил залез в ванну думаю надо же быстро снять видосик и во первых завтра мне опять на работу но это уже другая будет работа с другим удовольствием ну что не вижу такой вот сильно белая у меня оттенка такой но это завтра увижу усы немножко белые здесь камера не знаю передает так или нету где-то тогда нужно но сейчас обработаем силу нитиком ну помазок ребята пока лунит работает я вам покажу мыло осталось дофига принципе она уже немножечко опала но в принципе еще можно одного человека побрить легко тут в самом помазке так его визуально не видно а в самом помазке находится очень много мыло потому что 30 миллиметров это очень большой узел и вот он себе позволяет еще по моему спокойно намылить человека достаточно просто хорошо ставим это до лучших времен наше мыло буду дальше пробовать очень приятное мыло зарекомендовавшийся во всем мире тем более продукции компании вот этот табак там много еще интересного есть я хочу тоже много еще попробовать ну это со временем потому что на самом деле надо есть много чего много чего и все стоит денег на самом деле поэтому будем потихонечку пополнять запасы и делать обзоры наша бритвочка бритвочка сегодня была шикарно отработала это весь бокер для тех кто хочет купить первую бритву я уже рекомендую не кидаться в какие-то крайности кто хочет потратить какие-то деньги осознанные и в качестве но не знаю как она из коробочки ребята вот не знаю будет она они продают и как шейф рэдди то есть готовая бритью я не уверен я не уверен что она будет готова бритью и скорее всего вам придется ее затачивать мастера затачивать но новая бритва это новая бритва это не какое-то там кривое сточенное даже с клеемами шеффилда и все остальное сейчас смою лицо прохладенькая водичка все смыл все красивенько где наш красавец флойд наш красавец флойд кусок испанского счастья пожирнее берем на две руки наносим на самом деле сегодня нанес сегодня уже лучший результат с пришейфом потому что я носил горячий компресс на него и он действительно часть его убралась на тряпочку часть впиталась в кожу а в тот первый раз у меня в крайне была ну такая тепленькая водичка и не не смогла тряпочка не смогла его даже смыслится но опять же таки я вам рассказал уже эффект сегодня я смотрю тоже лицо блестит практически ни к чему не прилипает к койду нету этого эффекта ну вот нормально какие-то отдельные места которые я коцнул Ну, коснул так коснул. Моё лицо, что хочу, то и делаю. А вы, ребята, смотрите сами. Аккуратно или как я. Это шутка. Хорошо, ребята, вот такое было сегодня бритьё. По-моему, ничего я не забыл. Что ещё мог я забыть? Ничего я не забыл. До новых встреч. Пока. Спасибо за просмотр. Продолжение следует.